Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о том, почему в любых изменениях в вашей жизни начинать нужно с себя. Вот что я имею в виду. Иногда нам кажется, что нас что-то не устраивает, или даже не кажется, а действительно что-то в нашей жизни идёт не так. Нас не удовлетворяет, не устраивает, не нравится, мы хотим по-другому, хотим это поменять. И возникает иногда такое ощущение, что если что-то случится, если мы там что-то поменяем где-то там, не здесь у нас, а где-то вот там, то наша жизнь изменится. Может быть, вполне себе и так. Но есть одно такое очень важное соображение. В любых изменениях в вашей жизни надо начинать с изменения вас самих. Конечно, мы говорим в первую очередь и главным образом про те вещи, которые вы можете действительно менять, которые вы можете контролировать. Но очень часто возникает такое, знаете, ощущение, что если бы вот сейчас у меня вот то-то и то-то сложилось и получилось, если бы там такие-то люди мне помогли, если бы, то есть что-то, что вроде как за пределами ваших усилий, вашей вообще, даже не то, что компетенции, вашей ответственности, то есть вы не можете на самом деле на это повлиять, ну, напрямую. Понятно, что косвенно вы можете там с кем-то договариваться, если это касается других людей, но это не всегда приведет вас к успеху и скорее наоборот. И вот когда мы начинаем изменения с попыток, как бы, знаете, если вот энергетически так представлять, скакнуть куда-то вот вовне, вот я на своем опыте убедилась, что это ошибочный путь, что начинать нужно, то есть если вы меняете что-то и у вас, как бы, ваше внимание направлено наружу, как бы, да, что поменять, вот там поменять, где поменять, там, с кем связаться, что сделать, то это ошибка сама по себе. То есть если вдруг вы заметили, что вы направлены вот куда-то там, не в зеркало смотрите, да, а куда-то вот подальше от себя направляете ваше внимание, значит, осознайте это и верните внимание к себе. И всегда вот прямо, знаете, попробуйте, если вы еще этого не пробовали, если вы это уже знаете, здорово, напомните себе и верните фокус на себя в тех областях, где у вас сейчас что-то не выходит, не получается, то есть если, мы сейчас говорим, конечно, не о жизни вообще, а именно о каких-то конкретных областях, да, сферах жизни, где у вас что-то вот не так, как вам хотелось бы сейчас, да, и если вдруг у вас фокус ушел на то, чтобы поменять что-то где-то в другом месте, а не внутри себя, верните, пожалуйста, фокус на себя и спросите себя, а что я могу сделать сейчас в себе, для себя, с собой, чтобы это, что это как-то повлияет на ситуацию, понимаете? Как только вы фокус вернете на себя, вы сразу можете, во-первых, этим управлять, во-вторых, вы понимаете, о чем речь, в-третьих, вы перестаете энергию силы тратить вовне что-то, искать где-то там. Вы, наконец, начинаете управлять единственной вещью, которую вообще вы можете управлять, собственно, вами самими, но не вещью, да, единственной областью, да, которая вам подконтрольна, это вы сами. Это касается любой сферы вашей жизни, потому что даже тех областей, особенно тех областей, которые связаны с другими людьми, потому что может казаться, что, если, например, мы говорим про отношения там с любимым человеком, с близкими, с семьей, с другой, там с детьми, с родителями, с коллегами, с друзьями, вообще с другими людьми, кажется, что вот часто нужно повлиять на них как-то. Но вы знаете, опять-таки, практика показывает, опыт показывает, и уже многие психологи с разных сторон вам говорят об этом, что это ошибка, это такая ловушка, никогда вы не сможете на самом деле поменять другого человека, другой человек только сам может начать какие-то изменения, либо вы можете увидеть изменения в другом, как следствие того, что у вас произошли какие-то перемены, и, соответственно, нужно эти изменения в себе сделать, понимаете, но не, опять-таки, не чтобы вызвать реакцию в ком-то, а вам нужно последовательно двигаться по пути улучшения собственной жизни, собственной перспективы, то есть не смотреть туда, не пытаться на себя посмотреть чьими-то глазами, а наоборот, знаете, сейчас, может быть, кто-то скажет, что это такая эгоистическая позиция, на самом деле нет, это единственная позиция, которая позволяет вам что-то контролировать, потому что до тех пор, пока вы пытаетесь повлиять любыми способами на других людей, ну, в лучшем случае это не будет работать, в худшем это может даже как-то обернуться против вас, то есть все, что вам нужно сделать, это фокус вернуть на себя и смотреть, ну, просто своими глазами на свою жизнь, на себя, а что вы делаете в ситуации, если это про отношения, а что вы делаете, что вы не доделываете, что вы делаете излишне, ну, и так далее, да, то есть увидите те области, где вы можете реально что-то поменять, если мы исходим из вас как стартовой точки, потому что когда особенно касается других людей, другие люди, ну, люди приходят, уходят в нашей жизни, если это не какие-то совсем самые-самые близкие, там родители, дети, то все люди в нашей жизни меняются, и вот эта вот история, что вы будете пытаться на кого-то повлиять, ну, то есть этот человек неизвестно, сколько в вашей жизни пробудет и пробудет ли, но на себя вы точно можете повлиять, и вот ту работу, которую вы проделаете с собой, она будет благотворна и для вашего ближайшего окружения сейчас, и для более как бы далекого, и для следующего круга, и для будущих людей, которые потом придут в вашу жизнь, понимаете, потому что вы начинаете с центральной точки, то есть себя, как только вы будете пытаться бежать куда-то туда, к ним, к другим, ко всем, делать что-то вот там для кого-то, а не для себя, из себя, то все, ваше внимание потеряно, рычаги управления вы потеряли, ну и, собственно, все. Поэтому вот сегодняшнее видео я хотела посвятить именно напоминанию, что начинать любые изменения в любых сферах нужно с себя, если вы чувствуете, что в какой-то сфере вас что-то не устраивает, это уже я так резюмирую, вернитесь к себе, что вы делаете в этой ситуации, в этой сфере, и обратите внимание, пожалуйста, вот просто для сравнения, в тех сферах жизни, где вы считаете, у вас все в порядке, или у вас дела идут хорошо, обратите внимание, там наверняка вы работаете с тем, что вы можете контролировать, с тем, что поддается вашему контролю, то есть там вы, скорее всего, начинаете с себя, обратите вот на это внимание, просто посмотрите, сравните. До скорых новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok